Организованными колоннами они шагают по узкой дороге, попутно уворачиваясь от проезжающих автомобилей. Другого пути до школы нет. Вечером ситуация еще хуже. Дети, которым посчастливилось возвращаться домой со второй смены, до сих пор под впечатлением. Мне было очень страшно, на дороге было темно. На меня чуть ли не наезжали машины. Мне пришлось сжаться к деревьям, чтобы они на меня не наехали. Я даже немножко плакала. Тернистый путь к знаниям от коттеджного поселка «Чистые росы» до школы в Касулино занимает в среднем 40 минут. Дети вынуждены идти пешком почти 2 километра. Тротуаров нет, освещения нет, дальше лес сужается. В таких условиях мы и передвигаемся к знаниям. Грызем гранит науки. Общественный транспорт из поселка тоже не ходит. По мнению местных жителей, проблему мог бы решить запуск школьного автобуса от Прохладного до Касулино. Но пока, по словам родителей, в администрации проблему решить не могут. Апеллируют тем, что у нас ширина дороги по Лесной. Маленькая для школьного автобуса, но она также маленькая для детей. В администрации Белоярского городского округа нам пояснили, что запуск школьного автобуса планируется, но для этого надо привести дорогу по улице Лесной в нормативное состояние. В 2023 году разработана рабочая документация на ремонт улицы Лесная в селе Касулино, в том числе строительство тротуара. Также после ремонта автомобильной дороги и строительства тротуара будет осуществлено устройство уличного освещения и установлена автобусная остановка. Единственным препятствием для запуска школьного автобуса может быть приобретение самого школьного автобуса. Для этого потребуется какое-то время. Но родители это не успокаивает. Говорят, конкретные сроки чиновники им пока не называют. Тем временем дети продолжат маневрировать на дороге в светоотражающих костюмах. Почему ждать? Мы должны трагического случая с ребенком, чтобы дали автобус. Евгений Алексеев, Николай Косарев. События ОТВ.